Ехал на восьмой этаж, он просто взял и упал. Я даже вставал час боюсь, потому что он под наклоном. Это видео снял 14-летний Александр Федосов. Привычный путь до квартиры на восьмом этаже превратился в страшное воспоминание. Подросток рассказывает, несмотря на то, что лифт и раньше мог двигаться рывками, до такой ситуации не доходило. Звуки очень, ну такие металлы, трётся как будто металло стенку, и направляющая как будто у него там сошла, он начал трястись. Видимо, у него что-то там пошло не так, он начал падать. Ну, показывал сначала циферблат на седьмой этаж, а потом уже на пятый резко. Подросток пытался связаться с аварийной службой через кнопку вызова диспетчера. Однако ответа не последовало, только протяжной гудки. Тогда он позвонил родным. Они смогли вызвать специалиста в компании «Оренбург Лифт», которая обслуживает дом номер 4 по улице Ямашева. Спустя почти полчаса ожидания Александра вызвалили из-за подни, а напуганным родителям объяснили – дело в неисправной электронике. Может, как, перепутал даже электроник. И все, он пришел, конечно, остановок. Дом сдали в 2017 году. Строила его компания «Ликос». Зданию, как и всему оборудованию в нем, не больше шести лет. Мы связались с представителем организации «Оренбург Лифт». По его мнению, никакой чрезвычайной ситуации не произошло, а сбой электроники – явление рядовое. Любая всяк-лифляция ломается, любая всяк-лифляция стоит. Автомобиль бывает все ломается, который с прошлого года выпустили, даже это бывает. По мнению компании «Оренбург Лифт», из-за сбоя лифт доехал до последнего, десятого этажа, после чего сработала система безопасности, и лифт встал на ловители – особые устройства, которые срабатывают в аварийных ситуациях. Ответили и на вопрос о том, почему не сработала кнопка вызова диспетчера. Вот только родителей мальчика, да и остальных встревоженных жителей дома такая версия вряд ли успокоит. Ведь подобная ситуация может повториться, а последствия неисправности лифта могут быть куда более трагичными. Екатерина Яковлевна, Дмитрий Картус, Новости дня.